Всех приветствую, дорогие друзья! Ведется видеозапись. С вами Андрей Шутов, канал Психотронный ГУЛАГ и потерпевший также от психотронного террора. Представьтесь, пожалуйста. Всем привет! На канале Психотронный ГУЛАГ. Меня зовут Евгений. 30 лет. Поживаю в Украине, город Кропивницкий. В принципе, для начала как-то так. Ну, Евгений, рассказывай свою историю, с чего у тебя все началось, как бы, и так далее. Короче, жил на протяжении 5 лет в городе Киев, работал таксистом. Ранее вообще сам окончил юридический институт, около года проработал в уголовном розыске в милиции, потом уволился. там, там, было и жизненные проблемы, и, короче, мало платили, и требовали в очень многое на работе, вообще уволился, стал искать себя в жизни. Нашел работу таксистом, было две машины, АВЭО, сначала родительская, а потом уже нашел Ланос, думал взять под выкуп Ланос. Со временем, там, когда договорился с человеком, который его хотел продать, я думал, заводится выкупить его. Ну, короче, в 2015 году, а я еще, к тому времени жил, как бы, не снимал у них квартиру, у меня брат в Киеве есть. Работает в автомагазине, и я стал жить в этом автомагазине. В принципе, парню многого не надо, там, микроволновка была, холодильник был, то есть такой, спал на раскладушке. Ну, в принципе, цель жизни была выкупить Ланос, который, конечно, дороговато, его за 5500 долларов хотел выкупить, где-то завод собирался. Ну, короче, и шачил тупо на машину. Жил в этом магазине с братом, он себе взял квартиру, по-другому за нее заплатил, она еще строится, в Киеве новостройках. Вот, и все началось, короче, стал слышать, а там идет как, магазин, и, получается, одноэтажный комплекс, дорогистый, в принципе, недалеко от центра Киева. И там куча-куча разных магазинов. Один из этих магазинов, ну, скажем так, автомагазин Трейдлайн, АТЛ, на Баженко. Знаешь, кто Киев будет смотреть, Баженко, 86, где магазин АТЛ. Вот, короче, где-то весной 2015 года я стал слышать дважданских голосов. Такое ощущение, что я все время слышал, как бы, с одного фона, с одной стороны, с одной стенки. Мне стало интересно, а там был соседний магазин за этой стенкой. Они, в принципе, ну, можно сказать, даже тоненькие. Я думал, подселились у нас там, типа, две девчонки тоже, типа, как я с братом живем в магазине, и мне казалось, что они там тоже поселились, стали жить. Ну, было так прикольно, я тут два голоса, они, как бы, типа, наблюдали за мной со стороны там. Вот такой там парень, я еще спортом занимался, там, гирька тягал, то есть, такой, плещи, и бицухи были. Вот. Ну, я просто волнулась, конечно. Да ты не волнуйся, все в порядке. Я такой же человек, как и ты, просто ты меня не видишь, у меня сейчас тоже нехорошее состояние, я тоже под пси-сиррором. Короче, продолжалась эта неделя, две-три, как они, типа, за мной со стороны наблюдают, наблюдают, мне так интересно было еще, типа, я сам по себе и брат сам по себе, то есть, думаю, что други появились, надо будет с ними как-то по-любому познакомиться. А братуха их не слышал, говорю, ты что не слышишь, за стенкой, мол... Подожди, подожди, я сейчас видео включу, ты расслабься, как бы, понимаешь, мы жертвы пси-террора, да, ты должен понимать, что мы страдаем от больных людей, то есть, да, от группировки людей, которые, как бы, охотятся на нас, понимаешь, вот, я приветствую тебя. Так, привет. Нормально видно? Вот, расслабься, не жестикулируй ничего, просто сядь, спокойно объясняю, вот как я, как ты меня видишь. Расслабься, ничего, мы говорим о реальных вещах, о том, что творится сейчас в мире, и о том, как убивают людей. Вот, вокруг меня, здесь и здесь, неизвестные мне люди, которые мне постоянно в 3 часа ночи стучат. И это правда. Вот, и что им надо от меня, я не понимаю. И причем, вчера я им бомбил в грушу, в боксерскую, в час или в 3 часа ночи, потому что они мне стучали. Суть в том, что они чувствуют вину. Ко мне никто даже не зашел. И я их постоянно обвиняю в этом. Поэтому рассказывай, как есть. Извините, перебил, наверное, с тем и сбил. Что эти женщины, в принципе, там, ну, что они имели, или чего они хотели? Ну, рассказывай дальше по сути, как оно есть. Ну, хопи. Короче, в итоге оказалось, что это все, это штихотронное оружие, которое создает голоса у меня в голове. Этих девчонок вообще не было. То есть, я там уже, короче, маячил возле этого магазина, думал, как-то зайти там познакомиться. Там надо было, типа, со стороны офиса заходить. Короче, ну, суть в том, что я потом разобрался, что это голоса были. Почему брат их не слышал, я их слышал. Короче, проходит недели три. А у меня тогда жесткий ремонт был ванноса, я где-то, ну, недели-полторы-две делал, короче, там, перебирал много чего. Практически не таксовал, там, может, когда-никогда выезжал поработать. Вот. И тут, короче, в один прекрасный вечер, ну, это мая, где-то уже июль, наверное, было. В один прекрасный вечер со мной заговорили, короче. Вообще, когда говорили, как начали рассказывать, мол, вот сейчас в мире есть такое, ну, как бы не оружие, такое устройство, которое может читать мысли, мы знаем все, о чем ты думаешь. Ну, короче, кто под псит-террором, тот поймет, что это такое, когда разговаривают с тобой в голове. Вот. Ну, они там... Я же понимаю, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. А какой мотив был у этих женщин, что они вообще хотели? На какой почве вообще? Это, я объясню. То есть, девчонки были только, как бы, две-три недели, а потом уже со мной мужской голос заговорил, и до сих пор, со мной один голос заговорил, до сих пор. То есть, третий год, как бы, ну, он не меняется, понятное дело, что там, эти псиопы, они там, пришли, поработали, ушли, пришли, поработали, ушли. Вот. Ну, как бы, ну, что им там, да, с помощью компьютера голос один создать, и... То есть, компьютерная техника, потому что они там и смысл создают, и всякие мультики показывают, это, конечно, ну, 21-й век, кто на что развивал. Короче. Начали со мной разговаривать, там, мол, ну, типа, познакомились, так. Я, конечно, там, заговорил, как вязался, два-три часа уже, какой-то там ремонт машины, как начал слиговать, типа, о, такое может быть. То есть, я сначала не мог раздуплиться, короче, как такое, может быть, что вы, если могу читать. Сейчас я балкон дикрой, немного, прохладно. Я вообще, короче, порядочный парень. И они меня стали разводить, что, мол, мы, короче, СБУ, вот, мы работаем в СБУ. Мы тебя выбрали как нового спецагента, вот, будешь у нас агентом, возьмем тебя на службу работать в СБУ. У меня звание лейтенант милиции, они говорят, мы знаем, что ты в милиции работал, все дела. Вот, набираем новых сотрудников, короче, у нас и зарплата хорошая, все дела. Короче, стали общаться, вот, я всю ночь с ними просидел возле тачки на улице, вот, разговаривали, разговаривали. Потом, короче, что-то мы пошли гулять в город, ну, как мы. Я пошел, они... Расслабься, расслабься, все в порядке. Никого нет рядом, успокойся, ты дома. Мы же не перед кем здесь, нас просто люди увидят, такие же люди, как и мы с тобой. Будь спокоен, рассказывай, как есть, расслабься, иди воды попей, может. Да, мне нет. Ничего, они перебивают, я знаю, вот, это икота появляется, когда мы говорим, что-то объясняем, это они специально делают. У меня то же самое. Так что не волнуйся, я все это понимаю и знаю. Расслабься. Ну, рассказали, там, немного о Боге, короче. Там, типа, показали мне рай, потом, ну, типа, как в мульте, тогда, голове, как они показывают. Потом показали, что меня из рая, типа, ангела выгнали и знали, типа. Вот, потом, мы, короче, что-то там день потусили. А у меня, братуха, директор автомагазина... Подожди, стой. Тебе показывали они, получается, галлюцинации какие-то, по сути? Ну, как, это нельзя сказать галлюцинации, это, типа, видео у меня в голове. Ну, как люди, ну, как, можно сказать, как люди бывать мечтают, да, там, поехать на море, на пляже поваляться. То есть, показывали с помощью этой техники какой-то фильм, да, в подсознании, получается? Ну, да, типа, там, типа, рай показывает, что ангела стоят, этот рай защищает, типа, ну, что... Скажи, пожалуйста, ты не задавал этим женщинам вопрос, откуда они тебя знают, элементарно, и откуда они знают, где ты работаешь, и какие, что ты за человек вообще? Смотри, Андрей, вот эти женщины, они были до этого основного диалога, когда, вечером, когда я делал машину, со мной поздоровались. Ну, это уже мужской голос поздоровался, давай объяснять. Они мне сразу объяснили, что, мол, эти женщины, это, ну, типа, прикол был, что, ну, понятно, это как компьютерная графика, но они мне быстро это все, ну, там, не знаю, ну, за полдня, за сутки, вот, то есть, вечером познакомились, на следующий день я уже немного распутемный был, что, мол, то есть, это можно все делать. Как-то они мне поускорены в программе, типа, все это объясняли. Ну, то есть, понятно, что, там, парень заговорил, я понял, что этих девок, ну, девок даже не было. Но сначала думал, что, типа, там соседки, короче, у нас в магазине. Вот, короче, пошли мы гулять, немного погуляли, потом ночью пришел, они говорят, мол, возьми в кассе лавеху, братухи, а он, типа, директор автомагазина, ну, понятно, автомагазин и там касс. Возьмешь лавеху, мы тебя скоро устроим работать в СБУ, будешь у нас работать, мы тебе сразу выплатим две зарплаты, и они, типа, намекнули, что зарплата 25 тысяч гривен. Ну, это для Украины нормальная такая зарплата. Вот, я, короче, тогда с кассой что-то. Ну, они как-то еще так давили, мол, типа, нам эти деньги пригодятся, и сейчас, короче, типа, чудеса покажем. Я там что-то трешку, 3000 гривен, короче, взял, и они меня, короче, водили по Киеву, я 7 суток не спал, то есть 7 суток мы гуляли, короче. Я похудел, я не знаю, насколько я похудел. Ну, короче, когда в Кироварад, где я сейчас живу, в Кропивнинске, ну, это ранний Кироварад, сейчас в Кропивнинске приехал, я такой худой был вообще. Я за 7 суток ни одного часа не спал вообще. Ну, там, когда-никогда они мне там говорили, там, купи, похава тебе, там, алкоголик. Короче, у меня дорогой телефон был, я его бомжу подарил. Они говорят, типа, сделай доброе дело, подари бомжу. Ну, понятно, чтобы скинуть симку, чтобы мне брат не звонил, не выяснял, деньги пропали. Но это я уже потом допил. Короче, с тем суток они меня водили, я там уже, ну, такой уже уставший был, ужас просто. Вот, потом привели меня, короче, брат на меня злою, понятно, что деньги украл, поменял замки в дверях от магазина. Короче, я там в машине, я пришел под утро, еле дождался, пока магазин откроется, взял ключи от тачки, поспал в тачке где-то до 5 вечера, с 9 до 5. Подожди, я тебя перебью. То есть они тебя спровоцировали, эти бабы, получается? Поскольку им лет было вообще, примерно? Да не бабы, короче, ну, какой-то психоператор тоже сидел за кампом, да? Он со мной через мозг общался. Вот, он мне, ну, как бы они там за полдня, за день мне рассказали, что можно сделать, что... Подожди, по сути, подожди, давай по сути. Получается, эти две соседки, эти две девушки, они девушки вообще или женщины? Поскольку им лет? Это не живые, это, блин, это компьютерная графика. То есть, подожди, ты виртуально это все делал, получается? Нет, я все это делал в реале. Ну, голоса слышал у себя в голове. Ну, то есть они психоператоры... Подожди, извини, я тебя, по-моему, прослушал. Ты гулял по городу 7 дней. С кем? С кем? Сам гулял. Сам гулял. То есть они тебя спровоцировали украсть деньги, получается, у брата. Да. 3000 гривен. Да. И ты пошел гулять, пропивать, прогулять. Тебе говорили, что делать, короче. Ты выкинул свой телефон бомжу какому-то, да? Ну, да, подарил свой телефон бомжоне, типа, говорят, сделай доброе дело, типа, бог это за счет. Вот, я еще там пакет, короче, хавки накупил, я не помню, но гривен на 300, там, бананов все. Короче, молочку всякую тоже бомжу вместе с телефоном подарил. В центре Киева там погулял. Суть не в этом, короче. Ну, давай дальше расскажу, что там дела. Давай, давай, рассказывай. Девчонок, я еще раз повторюсь, кто слушает, девчонок реально не было. Это все создается аудио, такая аудио-виртуальная реальность в голове, только единственное, кто, ну, типа, под птиц-террором, он слышит эти голоса, а остальные люди их не слышат, потому что вот эта аудиосистема их не настраивается на, ну, скажем так, на потерпевшего, типа, мы потерпевшие, вот так. А рядом, подожди, стоп, а рядом у тебя с квартирой, ну, жили эти люди или нет? Нет, там никого не было, там комнатка маленькая. Они мне еще, когда потом рассказывали, что, типа, это все можно построить, типа, делали так, что в голове я видел вроде бы всю стенку, экран какой-то просвечивал, типа, видно было, чем мы занимались. Ну, так, типа, разводили. Просто, ну, я дальше расскажу, потому что столько событий, все, ну, на каждой мелочи, я думаю, смысла останавливаться нету. Я просто расскажу, как разрушили мою жизнь вообще. Давай рассказывай. Ты не волнуйся, ты расслабься. У нас время есть, я думаю, не парься. Все нормально. Короче, я приехал, ну, пришел живет из магазин, братуха на меня сразу налетел. Ну, я брат старший, на 12 лет старше меня. Костя зовут. Короче, типа, деньги украл. Ну, я же говорю, что, типа, взял, что, типа, меня берут в СБУ работать, а они меня, короче, водили, типа, что СБУ, СБУ, будем обучать, ты там классный парень, все дела, ты нам понравился, ты там раньше в милиции работал. То есть мозги промыли лапшой какой-то? Да, да, да. Так качественно сработали, конечно. Вот. Развели, короче, развели в мозгах голосом этим. Да, да. И, короче, братуха, это, блин, СБУ, я сказал, один, кстати, я, короче, устройски понаработаю это, я тебе отдам. Вот. Он, короче, не поверил мне, а я уставший был. Это еще до того, как я, ну, 9 утра только пришел. Ну, 7 суток не спал вообще, реально. 7 суток. Я за 7 суток ни разу глаз не спал. По Киеву гулял. Я, как вспоминаю, блин, вообще, как люди могут 7 суток не спать, да? Я, короче, спать хочу вообще. У меня же там раскладушка стоит, думаю, блин, лечь полежать. Братуха, нет, говорит, ты здесь оставаться не будешь, типа, ты вору, убирайся с моего магазина. Короче, как-то там созвонился с родными, они тут в Кировраде, в Кропивницком, где я сейчас нахожусь. Вот. Мама там говорит, Костя, дай ему там деньги на проезд. А я уже езжу, типа, домой. Короче, братуха мне дала на маршрутку, ну, расстояние Киев-Кропивницкий 300 километров. Вот. Короче, с горем пополам в это же... А, я отостался в своей тачке и у того, у кого выкупал. Ну, короче, я скажу так. Я за 8 месяцев в тачку вложил. Это и ремонт, и плюс я деньги отдавал. Ну, это как я расскажу, как я работал. Ну, это вот, у меня цель была ванна, выкупить. Я, короче, за тачку за 8 месяцев 90 тысяч гривен это ремонт, плюс, как бы, выкуп хозяину я отдавал денег. То есть, вместе, там, где-то, ну, и порядка 70 тысяч это выкуп и 20 это я ремонт вложил в машину. В 8 лет ваннуце, по-моему. Ну, хорошо, поляк такой там, Юркий, конечно, был, летал на нем. Ну, короче, в 90 тысяч за 8 месяцев я заработал. Это помимо всего питания, короче, себя прокармливал. Короче, приехал я домой, вот, уставший что-то был. Ну, не, короче, это где-то июль, наверное, да. Июль, ну, там, конец июня, июль 2015 года. Вот. И, давай, где-то с июля по октябрь месяц меня тупо держали на какой-то одной истории и давали мне рассказывать про то, что в мире вообще происходит. Я вот только в октябре месяце очухался, где я вообще нахожусь, я был в шоке, они мне там такие знания давали, там, как миром управляются, там, историю рассказывали. Короче, мне два месяца мозги ну так полоскали качественно, я был в шоке от того, что вообще происходит. То есть, я два месяца был как зомби, я вообще не понимал, что происходит. Тут все методы такое вытворялось. С момента приезда и по декабрь где-то месяц, короче, раз в осень полиция вызывалась, и я обаянию, короче. У родителей там сердечные приступы были, ну, много плохих историй, тут с батей дрался два раза, короче, батя там на меня накидывался, и я на него, ну, короче, тут такое было вообще. И вот это в октябре месяц, я только немножко понял, где я нахожусь, я такой октябрь месяц на дворе, и я понимаю, что где-то пролетел вот этот кусок времени жизни, и я даже не понял, где он делся, я такой ого, ого, как такое может быть, и как они вот это со мной разговаривают, вот это все показывают, первое время я вообще не мог долго засыпать, или они не давали, я, короче, подогречься там в 10-11 вечера спать, где-то под утро только в 6 утра закрыть глаза, потому что все время разговаривали, я никак привыкнуть не мог к этому. Вот, короче, я тут аж баянил, баянил, полицию вызывали на хату, потом меня же и в райотдел отвозили, вообще там длинная история, у меня 3 суда было на этом, как юрист, там немного выкрутился, ни штрафов, ни исправительных работ, ничего такого, в общем, по судам я сам оправдался, скажем так. Вот, короче, где-то вот как раз ноябрь месяц, мама говорит, давай, в психиатрическую больницу съездим, просто, чтобы тебя посмотрели, что вообще с тобой происходит. А я же по приезду только переступил порог, когда с Киева приехал, говорю, что, вот, представляете, такая вот ситуация в мире, сейчас пользуемся мобильными телефонами, так же самое могут с людьми общаться на уровне мозга, человек слышит своими ушами любую информацию, может видеть мультики фильмы в голове, вот, а мне не поверили, короче, это значит, я рассказывал, доказывал, показывал, и твое видео, кстати, показывал, там, где, ну, короче, твое одно видео классно, показывал, а, вместо, вместо работы все операторы, там, где Пацик, фотка Пацик, ну, вот такое, видео вообще классное, я сам его пересмотрел, несколько раз, вот, короче, мне не поверили, но это я вот недавно запер, что-то они тоже делают, что родные не верят, ноябрь месяц, поехали мы в эту психиатрию, они же меня до сих пор держали на теме, что типа, СБУ, СБУ, все дела, будешь работать, пока подожди, там, на работу не то, что там берем, потом, потом просто, типа, будешь просто агентом, без зарплаты, но будешь нам помогать, сделать государство лучше, короче, вот, я приехал туда, ну, себя там не сильно хорошо показал, типа, разругался, тем, кто, ну, психиатром, который меня слушал, и мы уехали с мамой, вот, конец февраля, начало марта, а, я неправильно, не с 15, а с 16, я неправильно сказал, то есть, на год ошибся, 17 год, начало 17 года, февраль, март, короче, вложат меня, во-первых, в психушку, почему так произошло, сейчас вспомню, а, мне надо было, я, короче, на работу должен был устроиться, не помню, они, короче, ну, также разрушили, я уже столько работ поменял, сейчас работаю грузчиком, по 4 часа, и то, хоть немножко высыпаться стал, потому что, дороже, надо было на работу, сертификация, это психиатрическая больница, потому что я молод-здоров, вот, я же пришел в февраль, всем в психиатрии рассказывал, я, ну, как-то будущий сотрудник СБУ, просто навожу порядок, вот, но я не рассказывал про такое, что могут с тобой через уши, там, через мозг общаться, там, фильмы показывать, потому что, ну, скажем так, у нас в мире есть мировое правительство, которое этим занимается, СБУ, МВД, психиатрии, все, все, все министерства, которые есть в мире, они, как бы, подчиняются этому, мировому правительству, то есть, ну, это только недавно доперло, просто до всего допирать приходится, потому что, кому, психиатру рассказывают, что тебя могут управлять, а тебя сразу закроют, группу влепят, инвалидности, что ты сумасшедший, да и все, то есть, ну, это одна и та же система, вот, короче, в месяц пролежала психиатрия, вел себя там, спокойненько, тихенько, со всеми общался, думал, дадут здоровую справку, ну, мне нифига, короче, справку не дали, понаписывали куча всего, ну, с комментарии родителей, конечно, что я там неадекват, какие-то голоса слышу, веду себя буйно, вот, короче, не получил этот сертификат, который хотел с психиатрии получить, что здоров, ну, короче, в поисках работы, ну, скажем так, по полгода практически не работал, потому что не давали, не высыпаешься, все время, мучают, короче, сейчас уже 18 год, уже где-то полгода, о самоубийстве подумываю, потому что, ну, так изводят, ужас, раньше хоть как-то развивался, какие-то книжки читал, не дают даже книжки не почитать, читаю, пол страницы прочитываю, они сразу же отвлекаются, ну, вообще развития никакого, остановили полностью мое развитие, деградируют, так уже деградируют, просто ужас, раньше мог, ну, за два месяца, ну, хотя бы книжку стабильно прочитать, спортом занимался, и на кикбоксинг ходил, блин, и гирю-то тягал, мог с ноги до головы достать, ударить, блин, сейчас вообще, какой спорт, короче, курить начал, курю так уже жестко, бухать стал, капец просто, кстати, когда бухаешь, немножко, ну, забываешься об этом, типа, ну, это как, к примеру, ну, я не говорю, чтобы все бухали, там, у каждого свое, но просто для меня, выпить, это то же самое, как жаркий летний день, зайти под кондиционер, немножко, как пить, потому что, так напрягает, надо нервы куда-то заболеть, когда бухаешь, то он как-то попускает немного, вот, короче, по поводу психиатрии, полгода прошло, нет, даже больше, 8 месяцев, ну, короче, второй раз мне родаки положили, в лечебницу, опять-таки, вот, уже в другое, там, другое отделение, я там вообще ни с кем не разговаривал, только книжки, читал, кстати, вот, шо-шо, не трогали, дали, ну, я две книги, там, посчитал, за месяц, вот, короче, выпустили, дали мне, пиквиз, там, пиквиз, такого понаписанного было, ну, в принципе, скажем так, со стороны нормальных людей, да, кого я отношу к нормальным, это своих родителей, которые думают, что я псих, люди есть больные, и, ну, скажем так, у нас есть страны в мире, да, которые управляются нашими президентами, а над президентами никто не стыдит, то есть, это нормально, общество, которое смотрит телек, и верит, что с телека идет, не анализирует, где она находится, то эпиквиз там вот такой вот, то есть, все по факту, ну, я что понимаю, что это все сделано искусственно, то есть, тобой искусственно управляют, себя делают вокруг, у меня было два золотых друга, я этим двум друзьям рассказываю, что Вася и Андрей, если когда-нибудь увидите, пацаны, я вам правду говорю, блин, это же факт, короче, обои меня послали на три буквы, мол, чувак, ты сумасшедший, короче, вот, родным рассказываю, никто не верит, у меня батя, там, полковник милиции, всю жизнь в розыске уголовном проработал, говорю, папа, ну, это же факт, короче, тоже не верит, никто не верит вообще, то есть, они это специально делают, так, что, и тобой управляют, и люди, где-то находятся в семье, там, среди близких, тоже входят в голову, в мозг, чтобы не верили, то есть, ну, есть мировое правительство, которое управляет полностью планетой земля, и все президенты, все, вся власть в их руках, а мы просто подопытные кролики, да и все, вот, и, короче, согласен, согласен, короче же, что происходит, не знаю, выхода какого, просто подумывая, самоубийство, даже не знаю, вот уже, и утопиться, думаю, и спрыгнуть, там, с высотки, думаю, ну, просто, так, изводят жизнь, и это невозможно, я то посижу, вот это, в ютубе, часами, ДТП смотрю, вот, как происходит ДТП, и все, потому что, вот они, вот заставляют меня вот эту хрень смотреть, подожди, расслабься, стой, слушай, ты на данный момент, в это время, ты слышишь эти голоса у себя в голове? Круглосуточно, 24 часа в сутки, они со мной общают, но сейчас они типа молчат, могут, могут мне какие-то темы давать, для того, чтобы я это рассказывал, ну, им нужна самореклама, потому что, ты слышишь, аудио, в аудиодиапазоне, или мы с ними не общаются у тебя? Да, ну, я слышу в аудиодиапазоне, но они еще, помимо этого, могут мне фильмы, мультики показывать, там, все, что хочешь, то есть, бывает, дают поспать, а бывает, вот так, длежишь, смотришь на часы, 4 часа ночи, там, 5 утра, 6 утра, ты еще даже не спал, а тебе на работу надеюсь. Еще раз, все это началось, получается, с 2016 года где-то? Да, я ошибся, с 2016, где-то, с начала мая, наверное. То есть, сразу, вот с этого случая, как только ты пошел по Киеву гулять, сразу была эта аудилка, получается, аудиосвязь. Со временем девчонок, вот как я стал слышать. Спровоцировали на воровство тебя, и начали даманить мозг, общаться, наводить какие-то мысли, говорить тебе, что возьму тебя на какую-то работу, и так далее. Ну да, типа. Потом довели до психиатрической лечебницы, и ты там получил уже статус. То есть, типа. Я группу не делал себе, просто нафига мне группа, это, ну как бы, подтверждение факта того, что я больной, но я себя больным не считаю. Они результат, короче, получили, свою цель выполнили, понятно. Ну и давай, поиздевались, как не издеваются, как хотят. Просто, блин, так смотришь видео, людей, кстати, по здоровью мучают, вот у меня, все не поможет, но здоровье практически не трогает. Смотри, я тебе хочу объяснить одну такую вещь. Ты пойми меня правильно, вот философию всю. Суть в том, что твоя жизнь принадлежит тебе. Вот все эти искусственные последствия, наведенные все эти мысли, это все извне. Единственное, чего тебя хотят лишить, это твои жизни. И получается, если твой исход будет в реальности таков, ты понимаешь, что ты осознаешь это, что все это искусственно. Я тоже пил, там курил, меня заставляли, все, но это все прошло. Раньше же этого не было. То есть все эти факторы, которые они вносят в твою жизнь, корректируют, все это искусственно. И тот результат, которого они хотят, это чтобы ты себя извел, убил. Понимаешь? Поэтому поступать так, это ты будешь способствовать их не игре. Тебе не надо этого делать. Статус, откинь это все. Твои социальные классы, деньги, суть не в этом. Ты пойми. Суть в том, что тобой играют. Тебя хотят убить. Реально. Хотят, чтобы ты там не спал, чтобы ты там не работал, все такое. но, кусок хлеба тебе Бог даст, ты запомни, тебя он не оставит. Как я понял, у тебя с братом был какой-то бизнес, правильно? Ну, нет. Бизнес, у каждого был свой, я же говорю, у меня машина, у него автомагазин. Суть не в этом, понимаешь, в чем прикол. Они нашли двух людей, двух славяниных, получается, ты украинец, правильно? У которых есть мозги, и у которых есть голова на плечах. У вас были деньги свои, вы умели зарабатывать. Теперь они превратили тебя в ничто, рассорили тебя с близкими, и сейчас, на данный момент, они хотят, чтобы ты вздернулся. У меня тоже были мысли о самоубийстве, я был в висерице, с меня выбивали душу там, что только они не делали. Но сейчас я сижу перед тобой, я тоже бухал, я выпивал бутылку водки залпом. Представляешь, что для человека взять, просто выпить бутылку водки в течение 10-15 минут. Всю. Я нормально себя ощущал, как мужчина. То есть, мне это, для меня это ерунда. Я еще потом приезжал домой, покупал бутылку водки, с меня мои родные вот так вот офигевали, но я это все пережил, я тебе говорю, все это делается искусственно. И если у тебя сейчас миллион долларов будет лежать в чемодане, это тебе не поможет. Спать ты от этого не перебиваешь, то есть, сон они тебе все равно будут перебивать. Тут дело уже не в материальных возможностях. Тебе главное себя сохранить сейчас. Тебе надо пережить вот этот вот участок жизни. Если ты не сможешь этого, естественно, ты совершишь попытку, вот этот вот страшный шаг, вот этот вот, но зачем тебе это? Будь сильнее этого, вот будь как я. Тебе надо взять себя в руки, понять, что это все сейчас делается искусственно, и откинуть из себя это. У тебя есть какая-то, может быть, поддержка, тебя любят люди. у тебя же есть девушка, может быть? Андрей, я сам, сам вообще, я сам. У меня была любимая супруга, но мы еще, слава богу, до этих гадов развелись, поэтому, слава богу, да потому что сейчас с кем-то общаться, но, блин, они вот просто настолько тактически все делают, если им надо что-то, чтобы я, допустим, с родными там поссорился, они за неделю, за две мне начинают мозги промывать, то есть, качают свою тему какую-то, я уже в этой теме полностью купил с этой темой, и потом создаются конфликты, и они мне потом рассказывают, мол, так делали специально, чтобы так получилось, ну, то есть, какие там шахматисты сидят, это просто ужас, конечно. Это не шахматисты, это научные такие хирурги, фашисты, которые работают с этим уже десятки лет, понимаешь, ты должен понять, что они все делают и учатся этому в институтах, и делают это все специально, это их работа, им за это платят деньги, понимаешь, это больные психопаты, которые сидят, пишут специальные документы какие-то, им дают, что с тобой делать, им за это платят деньги, они работают, как за конвейером, это то же самое, что ты приходишь на работу, там что-то делаешь, у них вот такая работа, то есть это больные психи, которые сидят и тобой, твоим мозгом, твоим сознанием манипулируют, и если ты закончишь свою жизнь самоубийством, это ничего не решит, ты, кому ты сделаешь хуже? Только себе, то есть они хотят этого, но тебе-то это не надо, ты же личность, ты нормальный парень, я вижу, ты в нормальной форме, ты откинь эти мысли, и ты помнишь, что какая-то козявка, ставь ее на уровень ниже, она вот тут, внизу, и какая-то козявка хочет тебя затуманить, сделать себя дурака, ну ты же не дурак, нормальный парень, тебе надо возобновлять сейчас свои мысли, и как-то слать к чертям их, понимаешь, все, что они тебе говорят, делай все наоборот, запомни вот одно правило, у тебя мысли о самоубийстве, ты идешь бухать, ты думай, ага, почему я иду бухать, ты вот не пробовал так думать? Попробуй, то есть, если ты себя хочешь порвать, купи боксерскую грушу, зарплату, лучше долби в нее, как я, убивать кого-то, бить, это все бесполезно, ты навредишь только себе, себе, то есть, они провоцируют тебя, понимаешь, и ты должен сдержаться, а потом это возможно прекратится, потому что, ну они же не вечные, понимаешь, они тоже умрут, вот я думаю, они раньше тебя умрут, почему? Потому что они совершили ошибку, они не имели права этого делать, и те люди, смотри, которые покончили жизнь самоубийством, разве это хорошо? Ты видел самоубийц? Это страшно. Я видел детей, которые прыгают с домов, даже по телевизору, я видел там море людей, прямо в эфире убиваются, ввешиваются, ты хотел бы так вот закончить свою жизнь, чтобы это увидела твоя мама? Ты что, издеваешься? Тобой занялись клоуны, они вот, ничто, вот ты гири таскал, они гирю никогда не поднимут, тобой занимаются элементарные люди, существа, которые не имеют никакого веса, просто они развиты технологически там как-то, и у них есть задание, по которому тебя лишают твоих способностей, ты должен понимать, что тебя доводят до этого искусственно, и не ищи какие-то выходы там в этом вот, и если ты не можешь пока найти работу, ты думай о другом тогда, думай там, как спасти свою душу, у тебя не было мысли там переехать куда-то, допустим, найти девушку себе новую, вот ты подумай о радости, то есть жизнь продолжается, эти люди, они не боги реально, они никто, я возьму этих всех жидов, могу вот так вот взять, и никто из них ничего не сделает, потому что у них нет такой силы, понимаешь, они щепки реально, они ничего не могут, и вся эта сионистская власть, я уверен, и над тобой там, потому что у вас там чипизация идет на Украине, вся эта сионистская власть дошла уже до вас там, понимаешь, я вижу это, люди от этого страдают, вот может ты со мной не согласен, но все люди, которые сейчас облучаются, по большей части, этим занимаются именно сионисты, все, кто владеют сейчас деньгами, славянские люди, они их лишают этого, чтобы они не могли развиваться, чтобы наше потомство прекращалось, это реально в этом проблема, хотят прекратить рот, и себя убивать не нужно, мы потом объединимся все, и мы возможно еще встретимся, будет страшное время, пострашнее, всем этим людям, которые не верят, хотят они верить, не хотят, это, никого это не волнует, вот этот план их, он будет в действии, потом будет уже чипизация, ты это понял, у тебя есть оружие, это оружие вот здесь, тебе не надо сейчас забивать мыслями о самоубийстве, возьми возобнови спорт, если у тебя есть здоровье, если они только у тебя в голове шли к чертям, занимайся тем, что им не нравится, наоборот делай это, а если у тебя есть работа, еще какой-то заработок, это нормально, а если они тебя ссорят, да не общайся ни с кем, черт на него, общайся с теми людьми, которые тебя понимают, я считаю это так, и не надо вести себя, ну быть, ну, способствовать их немыслим, то есть, идти на самоубийство, зачем тебе, успокойся, это не даст тебе результата никакого, результат в том, что ты наоборот ломай их систему, вот и все, делись информацией, находи какое-то оружие, клетка Фарадея, вот, почему бы и нет, заработай, ну, если у тебя есть возможность, построи ее, ты пробовал клетку Фарадея? я пока не пробовал, у меня нет материальных возможностей, мне кажется, оно слабое, кстати, RGU21, слышал, да, резонатор Грачева, не, не слышал, слышал про эти резонаторы, вспомнил, слышал, но мне кажется, это не сработает, ну, там вроде неплохое, комментарии читал, женщина писала, что, мол, тоже ребенок, слышал голоса, поносил 4 дня, и голоса пропали, ну, такого, понимаешь, это все физика, физика это наука, и они работают по этой науке, если работает какая-то клетка Фарадея, то она работает по законам физики, она защищает от этого поля, а что даст тебе побрякушка, которая висит у тебя, то есть, это, что она, она ничего не даст тебе, это электронное средство, которое просто на тебе висит, что она дает тебе, защиту какого-то твоего поля, вряд ли, ты видел какой там спектр облучения, с потолка идет, вот я видео загружал там, ну, я так что-то, ну, особо не просмотрел, ну, там, очень серьезный спектр, на полкомнаты, что ты хочешь его, чтобы штучка какая-то поглотила, это невозможно, там надо какая-то защита, это именно, по этой клетке Фарадея, такая структура из клеток, то есть, металлическая сетка, которая защитит тебя, возможно, это работает, это я сам не проверял, но мне говорили люди серьезные, что пользуются этим, и строят себе комнату, то есть, гараж какой-то, и там эта клетка Фарадея, внутри, обивка, и там не берет, этот арсион, по законам физики, она там не возьмет, потому что, все это, излучение, оно электромагнитное, а все остальное, по брякушке какие-то, я не знаю, я не знаю, что еще расскажешь, так, да, короче, сутри, Андрей, мы даже сейчас сидим, про клетку Фарадея, общаемся, но вот я сразу скажу, ну, столько воли, да, вот хотя бы, там, победе к жизни, вот столько подавили, за последние, не знаю, там, может быть, полгода, просто капец, мы про эту клетку Фарадея говорим, они вот сразу какие-то, нафиг оно тебе надо, там, давай сразу, мол, считаем, что денег не хватит, зарплата маленькая, то есть, плюс еще родные, типа, скажут, вообще, придурок, там, короче, такого уже, не знаю, за короткий промежуток времени, уже, блин, даже рыбаться, желания нету никакого, ну, настолько волю подавили, просто, вообще. Я тебе объясню такую вещь, ты, личность, будет время, когда надо будет принять, ответственный шаг сделать, это будешь эпизация, допустим, все твои родные скажут, а мы берем, пойдут ищипируются, ты что, за ними пойдешь? Я нет, допустим, то есть, ты должен понять, что ты рожден уже, все, ты с утробы уже, мамы, вышел, ты уже сам, за себя отвечаешь, если мне здесь какие-то, мудаки мутят, что-то крутят, звенят тут, пибикают, да черт на них, они все в ад поедут, а я не пойду туда, я потому, что у меня есть мозги, а эти все клоуны, у них может есть, мани-мани, им система дает, но у них нету мозгов в голове, они за этой системой пойдут, куда, в могилу пойдут, а чтобы не идти туда, надо думать, а если у тебя сильные боли, организм твой уже не выдерживает, ты лежишь уже в кровати от боли, то есть, все, тебе уже хана, ты, я думаю, займешься любым, выход, выход, в любом уже найдешь в чем-то, и построишь какую-то клетку, тут уже дело, понимаешь, выживания, и не в красоте, ни в чем, ни одна женщина пишет, а есть что-то покрасивее, чем эта клетка, я говорю, ага, покрасивее, можете еще сделать это самое, декор, да, тебе с этой клетки сделать, то есть, люди не понимают, они мозгом понять не могут, что их организм расчленяет, уничтожает, это волны, которые убивают твой организм, то есть, он распадается у тебя на клеточном уровне, если ты хочешь себя защитить, то ты себе и клетку построишь, если ты хочешь выжить, это как говорится, знаешь, вот ешь горькое, да, оно горькое, но оно полезное, потому что оно убивает микробы в организме, то же самое и здесь, понимаешь, простейшее, это самое гениальное, никакие приборы не надо, надо включить мозги, кто что посчитает, я считаю, эти все люди, они не понимают, очень много в жизни, очень много не понимают, потому что сейчас война идет за души, и если ты убьешь себя, ты погубишь свою душу, тебе это надо, я думаю, нет, ты нормальный парень, у тебя еще вся жизнь впереди, а эти отморозки, которые вмешались к тебе в жизнь, они за это ответят, я уверен в этом, и скоро, потому что, понимаешь, тут логика проста, у них нет, нет на это права, и все их невозможности, они тоже не безграничны, эти побрякушки, кто им дал, у них они их и заберут, вот раз и заберут, и что они смогут, что они получили, они получили грех на душу, сами скоро потом до дурки дойдут, потому что это так, без следа не проходит, они все там чокнутые, я тебе говорю, они все там на стероидах сидят, ой, на эти сады, они там все больные, повернутые, нормальные люди, таким никогда в жизни не заниматься, не будут, возьми любую нацию, любых людей, ни один нормальный человек, живущий на планете Земля, не будет ради денег, извращаться над человеком, это сатанисты, это сианисты какие-то, больные люди на голову, которые... И ты ради этого говна, хочешь себя убить, да попустить, включи мозги, зачем тебе это, успокойся, мы все умрем, еще нам лет 50, и мы умрем, куда ты спешишь, куда тебе спешить, спеши, ну, знаешь, с болью постоянно живешь, и, блин, уже напрягает просто, ты открываешь сутра глаза, и думаешь, блин, опять этот новый день, опять эти мучения, это, это просто жизнь, посмотри на мир, как живут животные, как они страдают, как китов убивают, а прикинь, если бы ты таким родился, над тобой издевались бы, прямо, прямо тебя расчленяли на куски, прямо тебя убивали, и благодари Бога, что ты человек, тебе не надо убивать себя, поверь, это тебе не нужно, у тебя еще, я вижу, вся жизнь впереди, а ты уже ставишь точку, и эти все люди, они недостойны, даже твоего волоса, просто они вмешались в твою жизнь, незаконно, они за это ответят, и они знают, что они ответят, но они пытаются тебе внушить, что ты должен лишить себя жизнь, это бред, реально, это все внушение, тебе надо просто сейчас, сесть, запиши на листик, если у тебя, ну, с памятью может быть, я не знаю, запиши на листик план своих действий, вот что ты думаешь на жизнь, вот в следующий день свой, что тебе, заняться спортом, сходить в магазин, купить молока, булочек там, сходить на работу там, не дают спать там, поспать, то есть попытаться поспать, то есть делай все наперекор, не делай все под их неудудку, хочешь бухать там, курить, ты подумай, зачем мне это надо, чем я раньше занимался, бери гирю, качайся, строй какие-то планы, что-то думай, возьми займись музыкой, там творчеством каким-то, чем ты, что-то делаешь, делом занимайся каким-то, и все, это отвлекает, а жизнь, она будет продолжаться, если ты живешь, и у тебя каждый день одно и то же, так угодно Богу, так Бог карту расставил, и получается, если ты лишишься жизни, это не прекратит твои страдания, я думаю, никак, эти больные люди, они внесут это в свой протокол, возьмут такого же парня, как ты, опять начнут над ними издеваться, опять же, после меня то же самое будет, все, ну да, единственное, что мы держим места, всех ребят, которых не трогают, блин, именно так, ты сильнее, значит, ты достойен уважения, потому что ты самый сильный человек, из, может, всех людей, которые в Киеве, твои, а твои предки, они не верят, они сами в этом никогда не поймут этого, просто они оболганы, их винить ни в чем не надо, они... Абсолютно, я наоборот, с сожалению, к ним отношусь, потому что, ну, они что, вот эти псиопы, они же объясняют, как это все делает, там, азумал, да, там, видишь, эти мысли мы направляем, а объясняешь родителям, что такое возможно, не понимают, потому что им этого не показали, то есть... Кивай, молчи, говори, да, хорошо, ну, не понимаешь, у меня, вот я вот так вот понимаю, живи сам своей жизнью, ну, не понимают, зачем им объяснять, им объяснить тогда жизнь, это не твое дело, ты главное свою душу спаси, самое главное, а тебя хотят, чтобы ты убил себя, зачем тебе себя убивать, ты что, не хочешь общаться, вот я хотел бы с тобой еще пообщаться, ты что, не хотел бы со мной пообщаться еще, я друг хотел, обсудить там пси-террор, может у тебя девчонка появится, может еще там женишься, зачем тебе сейчас идти куда-то в петлю, это этим дебилам, пускай они сами сдохнут, и сами повесятся, ты говорим, вы идиоты, вам психушку надо, возьмите себе петли и завяжите, вы уже трупы, они уже трупы, я тебе говорю, им уже все, хана, и мы уже занялись поклеще тебя, а сейчас они тебе опять же дурят голову, вспомни тот день, когда они хотели, чтобы ты свистнул у брата деньги, и что это сделалось, надурили, сделали, такую, довели до такого поступка, получили результат, сидят там, руки потирать, цирк, ребята шутят, ребята шутят с чужими жизнями, но разве мы, мы такие, разве мы глупее их, я думаю нет, тебе надо сейчас, проанализировать свою жизнь, берешь, лето сейчас наступает, рыбалкой занимайся, занимайся творчеством, природа, не всегда они смогут тебя дурить, люди, которые этого не понимают, не общайся с ними, они тебя будут выводить из себя, и будут себя делать идиот, общайся с теми, кто тебя понимает, а в реальности, познакомься с девушкой, вот и все, только одна загвоздка, эти твари, они влияют как-то на твоих близких? Да, да. Облучают? Да, но они так же само управляют, только с ними не разговаривают. Нет, были какие-то, ты говорил там, сердц, боль, там у кого-то с предков, да, доводили, облучают, то есть тоже, сердце болело, там у кого-то? Ну, у меня батя больной, вот, у него там сердце, но мне кажется, его тоже облучают, потому что, ему стало хуже, с моего приезда, вот, хуже стало. Ну, то есть, если я так понимаю, мы как подопытные, попадаем под колпак, психотронный, то родные, близкие, друзья, они тоже уже, под наблюдением, в любом случае. Ну, как в твоем видео, с оператором. Это все ерунда. Будет случай, когда ты тогда познакомишься с девчонкой, ну, пусть это будут мимолетные, ну, отношения, неважно, пускай будет романтика в жизни. Все эти люди это ненавидят, у них нет этого, они сами там, как черти, сидят где-то. Вот этот человек, который выше меня, он сидит днями дома, ничего не делает, я уверен, и он меня облучает, получается, ходит за мной следом по квартире, там, сверху, то есть, тупает ногами, я же все это слышу. И что он добился этим? Я потерял свою жизнь, да, это моя проблема, но, а что добился этот человек? Он просрал всю свою жизнь, уже 5 лет, сидит там, ничего не делает тоже, и кто он после этого? Да черт он, он ничего не сделал в жизни, он сидел, меня облучал, и получал, получается, за это деньги. Загубил мою жизнь, ну и следовательно и свою. Ну не дебилизм? За ним идти в петлю, да пошел к черту. То есть, я знаю осознанно, что будет время еще светлое, когда нас всех, не знаю, крещеный ты, не крещеный, я православный. Крещеный. Меня еще Бог спасет, я в петлю не собираюсь идти, будет время, когда я от этой хаты избавлюсь, будет время светлое еще, будет эшелон, когда, возможно, мы все встретимся в одном месте, такие вот люди. Те, кто выжил, те, кто понял. И то, что ты понял раньше, раньше, это твоя заслуга, тебя выбрал Бог, чтобы ты духовно это потерпел, но потом ты знал, что тебе не надо принимать эту чипизацию, все эти, какие-то там, технологии, ты уже все наперед знаешь, у тебя все карты в рукаве. А у них, у людей, прикинь, они не верят, моя мать не верит, что есть какие-то чипы, прикинь, она не знает, говорит, я с ума сошел. Да вот, это уже вот, как Авраам Русот, ой, как его, да, звали, который с Рокфеллером, с этим общался, говорит, скоро, скоро, вот уже, его за это и потом и убили, потому что, Абрам, или как его там звали, или Авраам, потому что, это все уже на пороге, это все уже здесь, просто, это надо вот, распространить как-то, вот, как сим-карты, вам это надо вставить в телефон, и вот, в нас уже, буду скоро вставлять, а эти люди, даже и видеть этого не хотят, слышать, а ты уже все знаешь, да кто, блин, слышишь, у кого все козыри в рукаве, в рукаве, у тебя, конечно, ты должен сейчас, пользоваться этим, и считать, что ты, ты победил, реально, тебе главное, переждать этот момент, я считаю, тебе надо сейчас заниматься чем-то, чем-то, что дает тебе сил, если не можешь спать, поспи лучше днем там, ну, как-то выживай, короче, понимаешь, что все это искусственно, ты не один, есть такие люди, как и ты, и нас кучи, просто общайся с нами, с людьми, то есть, находи контакты, а потом жизнь изменится, я уверен, не всегда такое будет, тут раз, все и поменялось, и они эти, через некоторое время, тоже исчезнут, будет переворот какой-то, они не смогут облучать уже, однозначно, держись, что? я еще задам какие-то вопросы, скажи, вот за эти три года, вообще, что произошло с жизнью, она разрушена получается, или вся? ну смотри, Андрей, я скажу так, у меня были планы на жизнь, там, и бизнесом собирался, заниматься, сейчас работы нету, статус, психически больной человек, в социуме, хотя себя больным абсолютно не считаю, это ерунда все, ну дальше, потом, работы практически нормально нету, на таких минимумах сейчас работаю, потому что, толком спать не даю, бывает, ну не важно, работы нету, работу потом найдешь, спортом не занимаюсь уже давно, сколько не могу сказать, вообще вопрос, бери вас обновляя тренировки, раз с утра на пробежку, начал курить, начал пить, могу по два, по три раза в неделю, нормально классануть, нет, тебе это не надо, братан, откинь это все, это влияние, это тебе мозги впарили, реально, тебе это не надо, так ты себя губишь, когда ты пьешь, они лучше влияют на тебя, путают мысли твои, отключают сознание, когда ты пьяный, тебе это не надо, ты понимаешь, что тобой занимаются спецслужбы, которые хотят от тебя что-то, ставят на тебе какие-то эксперименты, а ты в себя вливаешь химический состав, этиловый спирт, тебе это не нужно, тебе надо заниматься наоборот, оздоровлением, ты фрукты любишь? Какие? Какие ты фрукты любишь? Бананы люблю, бананы, покупай себе вместо водки, каждый день, килограмма два банана, на эти деньги, ты же сможешь это сделать, бери, делай коктейли молочные, берешь молоко, раз, блендер есть у тебя, попробуй такой коктейль сделай, это молоко и банан, просто элементарно, вот, взял и сделал, и взял себе гирю, и качай себе, все, 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 что надо в жизни, и баба, бабу найдешь, понял? подожди, если все так будет, ты хочешь с собой покончить, или ты хочешь еще счастья? Да не, вроде, вроде, хочется, хочется, хочется счастья, жить охота, правильно? Хочется еще посмотреть на солнце, тебе надо жить, тебе не надо эти твари, тебе надо сейчас думать о своей жизни, а запретить тебе это делать, они не в силах, ты можешь это делать, спокойно, берешь и делаешь, водка не надо, куривая это не надо, ты же раньше не был таким, тебя изменили эти подонки, тебе надо улыбаться жизни, сейчас будет лето, надо возобновляться, спать пока не дают, работы нету, они хотят, чтобы ты думал об этом, ну нету работы, займись делом, пошел на рыбалку, нету того, взял гирю качать, мешают, наплевал на них, берешь дальше делаешь, они злятся, ты на них уже не ведешься, не ведешься, а не ай, что же делать, ты взрослый парень, послал их к черту, это черти, они никто, это лохи, реально, эти лохи, они сидят как крысы где-то, за компами, что-то там печатают, сбил, что-то там печатают постоянно, и от этого никакого толку, они занимаются днями за компьютерами, и убивают людей, но это работа, а ты совершенствуй себя, в здоровом теле, здоровый дух, все, и пиши потом, через полмесяца мне результат, вот помогли тренировки, помогло оздоровление, освобождая организм от этой негативной энергетики, а вот будет лето, чаще будь в воде, вот плаванием займись, все, главное смотри за собой, и наблюдай, чтобы к тебе никто левак никакой не подходил, кто-то внедряется левый, говори, слушай, ты кто, сразу пробивай, а не ведись на этом, не будь, как бы, ты понял, тобой занимается, ты понял, что кто-то, если в твою жизнь приходит извне, значит, что тобой кто-то занимается, кому-то что-то от тебя надо, а зачем тебе это, ты говори, извините, я занят, или там, кто ты такой, чувак, то есть, если какая-то связь уже левая, тобой кто-то занимается, это искусственно наведено, тебе надо искать, сейчас выход самому, то есть, связи заводи сам, понял, то есть написал, нашел меня, допустим, да, я с тобой пообщался, значит, ты ко мне пришел, ты сам это сделал, никто на себя не влиял, ты сам это сделал, а если к тебе уже кто-то приходит, какая-то баба, какой-то мужик, какая-то водка, какие-то сигареты, это все откинь, это все не твое, это все к тебе привели ракшасы, вот эти вот, рептилии, страшные, ложки, ложки такие страшные, хотят, чтобы ты, Женя, чтобы себя поедал, убивал, но тебе это не надо, тебе надо подойти к девчонке потом, накачать себя нормально, подойти, снять майку, сказать, дорогая, давай с тобой познакомимся, понял, а если ты будешь себя бухать, курить, что это даст тебе, ты снимешь майку, и что, она скажет, Женя пришел, епта, в лаптях, дохлый, обкуренный какой-то, успокойся, короче, я твою историю понял, в принципе, ну что, твоя жизнь еще в порядке, тебе надо избавиться от мыслей, чистануть свой мозг, заниматься собой, опять возобновляя тренировки, пей молоко, очищай организм, сейчас, молоко выводит все это, и кушай фрукты, все, откинь бухло, откинь сигареты, ну, заработай денег, поработай, если дают, если уже уничтожают, не дают вообще, расслабься, найди кусок хлеба, как-то, ну, как жизнь пока даст, суть не в этом, суть в том, сохрани себя, ты даже с куском хлеба в день, можешь тренироваться, а тренировки дают тебе результат, это здоровый организм, здоровое тело, фильтруй организм, что сказать еще, ну, не знаю, я вижу, твоя жизнь будет длиться и длиться еще, то, что тебе навязывают, это все ерунда, реально, ты просто откинь это, и не пользуйся этим, если ты будешь этим пользоваться, ты сам себя, ну, сам себе по тиху могилу врываешь, так не работают, ты должен работать против них, ты уже борец, я вижу, ненормально, то есть, ты уже построил такую систему, уже понял все, и тебе надо взмогаться и дальше, но если ты будешь сейчас в негатив подать, это очень плохо, Женя, тебе не надо, сейчас, может, со своего города, я посоветую тебе, еще каких-то ребят с Украины, тоже с ними общайся, созванивайся, дам контакты, понимаешь, люди тебя поддерживают, то есть, поделятся чем-то, ты анализируй обстановку, ситуацию, кто с кем, что с кем происходит, и у тебя будут реально уже мысли какие-то, понимаешь, у всех такие дела, там, кто-то думает о самоубийстве, тоже, говори людям, не надо этого делать, надо жить, и в конце концов мы победим, а если мы убьем себя, мы проиграем, проиграем, реально, нам не надо умирать, жизнь такая длинная, это просто капец, конечно, ну, длинная, не длинная, но, как каждый день так тянется, ты, ну, так представляешь, что поделать, такова жизнь, просто нету разнообразия, нету у тебя пока субъекта, который тебя отвлекает, тебе надо заниматься сейчас реальностью, реально, не бойся ничего, живи свою жизнью, принимай все от жизни, пользуйся этим, и откинь все негативное, главное, если ты это сделаешь, все возобновится, появятся знакомые, ты просто сам заводи это, не думай, не жди, само ничего не придет, сам находи это, но главное смотри, чтобы подставы не было, где-то что-то чуешь, что не так, лучше откинь это, понимаешь, а то, что если ты себя будешь губить, ты просто загубишь свой организм, и все, а это результата не даст никакого, все равно мы умрем, через 50, через 70 лет, всему свое время, не волнуйся, понимаешь, а тебе надо сейчас наоборот, себя спасти, чтоб ты больше прожил, наоборот, не надо, тебе включили обратку, другую систему, тебе не надо уменьшать жизнь, надо ее продлевать, вот, а энергию ты получишь для этого, я тебе говорю, тебе главное сейчас думать об этом, бог тебе даст сил, короче, я твою историю понял, думаю, люди тоже поняли, ну, которые нас слушали, поэтому, не знаю, если хочешь что-то дополнить, дополняй, так выговорился, просто, я не знаю, мне кажется, управляются все человечество, абсолютно, просто, с нами разговаривают, то есть мы под прямым контактом, а с остальными людьми, там массово, да, если надо за кого-то проголосовать, из президента, то подключать, навязывать мысли, или там купить какой-то сникерс, тоже навязываются эти мысли, чтобы люди покупали какой-то определенный продукт, то есть люди анализируйте, почему вам что-то именно хочется сейчас, и почему именно в данный момент выбор стоит только на этом, если там купить пиво постоянно в пятницу хочется, да, к примеру, или там какой-то определенный вид какого-то продукта, то есть анализируйте, почему именно это сейчас, и именно этот продукт, потому что кому-то это, видимо, выгодно, И, наверное, из высших эшелонов власти люди все-таки заказывают, чтобы людей провоцировали на покупку определенного товара и делать определенные действия. Поэтому, ну, сто раз подумать и взять другое какое-то выбор сделать. Ну, главное, ты это понял. У тебя все козыри в рукаве, а все люди другие, они не поняли, они зомби, зомбаки. А ты уже это понял. Тобой вообще сложно манипулировать сейчас. Ты можешь спокойно сейчас перестроить всю ситуацию. Ты период жизни только лучше получается. Сникерсы не ешь. Понимаешь? Не надо тебе это. Ешь фрукты и будь здоров. У меня, в принципе, все. Я не знаю, что еще спросить. Я думаю... Ну, как? Спасибо за беседу тогда. Да, спасибо. Я желаю тебе здоровья. С Богом, короче. Я это видео на канале у себя вылазил. С вами был Андрей Шутов. Из города Гомеля, Беларусь. Евгений из Киева, да? Всем успехов в Крапернинске, да. Ну, скажем так. Да. Держись, Женька. Давай, не падай духом. Будь здоров. С Богом. Давай. Пакет. Давай. 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 Пока. Субтитры подогнали Симон.